Всем привет! Друзья, сегодня у нас 27 января, четверг, температура на острове Уайт плюс 14 градусов, и сегодня чудесный январский день очередной. Я показываю, уже начинают цвести деревья, видите, да? Ну и, друзья, сегодня у меня для вас будет очень длинная прогулка и длинный рассказ для любителей красивых мест, парков, а также старинных коттеджей, а также старинных замков. В общем, друзья, сегодня у меня видео для вас очень необычное. Много чего, как было и как стало. Мы с вами сегодня поговорим обо всём об этом, как сохраняется в Англии старина, и стоит ли она того, чтобы её сохранять, или нужно всё разрушить до основания, а затем я сегодня приглашаю вас опять на нашу совместную прогулку. Усаживайтесь поудобнее, и начнём мы, пожалуй, не торопясь. Да, давно я здесь не была. Смотрите опять, какие здесь изменения. Помните, много раз вам показывала и рассказывала видео, как обычно вам вверху всплывает об этом, какая здесь была закрытая территория, и как всё тут было у них строго, ни в коем случае не заходить. Здесь вот сразу при входе висит камера справа, видите, на столбе, то есть наблюдение ведётся круглосуточно. И вот, наконец, открыто, и здесь написано, что в скорости появятся вот такие вот дома. Видите? Значит, получается, что эту территорию выкупила организация. Они уже даже сделали дорогу, как вы видите здесь. Здесь, конечно, шикарно поют птицы. Так, ну и я думаю, что нам будет с вами интересно. Я, в общем-то, мне интересно. Я сужу по себе. Поэтому я хочу, конечно же, пройти и посмотреть, что у нас там понастроили. Здесь вот опять закрытая территория, и вот там вдалеке, видно, стоит дом. Мы ещё тоже его посмотрим. Здесь, конечно, опять эти огромные вековые дубы, сосны вот здесь тоже стоят. И неухоженная территория. Всё здесь заросло, видите, этим мелким кустарником. Так, друзья, что хочу я сказать? Во-первых, то, что видите, даже очень богатые семьи вот на этой территории я показывала вам и ещё сейчас покажу. Вот много получается здесь семей уже обедневших, которые постарели, состарились, вернее, так скажем, да, и которые, может быть, многие уже поумирали, они уже не в состоянии содержать, были не в состоянии содержать вот эту территорию. И постепенно, постепенно здесь всё пришло в упадок. А теперь эти люди поумирали. Скорее всего, что либо родственники какие-то продали всю эту землю. Я не могу даже и представить себе, сколько могла стоить здесь земля в этом шикарном месте. При том, что, понимаете, вот там впереди, между ветвями, если видно вам... Вот мы сейчас выходим на открытую площадку, где как раз строится этот дом. Этот дом строится на месте старого, огромного дома, старинного. По-моему, даже не викторианского, а ещё более раннего. Ну, его благополучно здесь снесли. И теперь вот высится здесь, возвышается такой современный модерновый дом. Не знаю, друзья, судить вам. Давайте мы посмотрим. Я покажу вам всё, что смогу. И вот то, что я как раз и говорю, что территория настолько удачная, что впереди вот мы прошли лес, парк огромный. А туда, сзади, за домом, виднеется пролив Соланд. Вот здесь, между ветвями. Я очень надеюсь, что вы сможете видеть. Там немножко голубая вода. И вот он практически построен, этот новый дом. Ну, вот стройка, конечно, здесь продолжается. Мы с вами можем дальше посмотреть, сколько будет стоить этот дом. Нравится ли вам опять дом из стекла и бетона? Я думаю, что они здесь всё достроят, всё облагородят. Не пройдёт и полгода. Я пройду настолько далеко, насколько смогу. Посмотрите, как здесь красиво оставили этот огромный дуб вековой. Стоять всё остальное очистили. Весь этот кустарник жуткий. Ну, и дом со всех сторон. Смотрим. По-моему, вот там вдалеке я вижу бассейн. Сейчас мы туда попробуем подойти. А здесь, вы знаете, птицы поют, белки бегают. И стучат дятлы вовсю. Помню, кто-то спросил у меня, а есть ли здесь у вас кукушки. Нет кукушек, к сожалению, не слышала. И вот я подошла здесь фактически к бассейну. Но, по-моему, здесь через грязь я и не пройду. Ну, я не думаю, что очень интересно. Там просто вырыто такой котлован для этого бассейна. Вот, к сожалению, напротив солнца очень плохо видно. Ну, здорово, друзья, здорово. Как тут всё преобразили. Может быть, вот эту вот первозданную красоту тоже бы надо оккультурить, облагородить. Скорее всего, что так и будет. Всё это они сделают. Я вам обещаю обязательно через год показать, что здесь произойдёт. А сейчас вот я хочу у вас спросить. Потому что я уже имею своё мнение по этому поводу. А вот вы со мной тоже много гуляете везде. Тоже смотрите, наблюдаете всю эту английскую неспешную жизнь. И что вот вы думаете? Здесь этот такой огромный, модерновый, благоустроенный дом. Хорошо ли? Или нужно было вложить деньги и отремонтировать вот тот дом, который я вам показала. Здесь был примерно такой же. Castle, так называется. Практически дом-дворец. Вернее, не показала, а вот ещё только показываю я вам этот дом-дворец. Старинный, посмотрите. Вот эту усадьбу. Всё ещё здесь она стоит, закрытая в этой парковой зоне. Тоже огромная частная территория, которая принадлежала в последнее время уже очень-очень старой леди. Из богатой тоже какой-то семьи, из богатого рода. Я даже не помню её уже фамилию даже. Ну и единственное, что я знаю, что, говорят, она жила в последнее время здесь совершенно одна. Только прислуги иногда приходили к ней, там что-то посмотреть, убрать. И в конце концов, деменция у неё случилась. Её отправили в дом престарелых, а этот дом стоял одинокий, брошенный. Много-много лет, да ещё и сейчас, как я вижу, он также стоит совершенно заброшенный, непонятно. Я опять хочу обратить ваше внимание. Вверху вам показываю видео, которое обязательно вам стоит посмотреть, тем, кто ещё не видел, как здесь было графически сначала всё это сделано, представлено. И это именно на этой территории дом, который я вам сейчас покажу. Он здесь буквально рядом. И тогда тоже мнения разделились, как хорошо ли или плохо делать такие дома здесь. Вы знаете, друзья, я хочу ещё что отметить, что здесь очень дорогая земля. Ну, уже я повторяюсь, наверное, но всё равно хочу ещё раз сказать. Я показывала уже вам эту private дорогу. Помните, она была вся разбитая, вся в лужах. А живут здесь очень богатые люди. Так вот, видите, как они отремонтировали дорогу, понаставили заплаток таких. Ну, а больше, наверное, денег ни на что не хватило. Хотя дома у всех здесь стоят от миллиона фунтов стерлингов и выше. Вот даже представьте ту дорогу, которую я вам только что показала, всё в заплатках, да? И там живут тоже люди-миллионеры, не бедные, и они не могут себе позволить построить вот такую дорогу подъездную к своим домам. А здесь, пожалуйста, посмотрите. Здесь вот даже сделано всё настолько аккуратно. Здесь, видите, даже вот к этой будке, по-моему, здесь электрическая какая-то. Ну, в общем, все коммуникации, телефонные провода. Вот к ней тоже, видите, поставлена дорожка. И я даже всегда не успеваю, не устаю повторять и удивляться. Посмотрите, что здесь. Вот, пожалуйста, вам для рук дезинфектор и написано Keep your distance. То есть держитесь друг от друга на 2 метра. То есть похоже, что здесь сейчас строители постоянно подходят, занимаются. Видите, здесь ещё кабель до конца не уложен. Ну, понимаете, всё прекрасно. Сколько может стоить вся эта работа. И, скорее всего, ещё предстоит и сам дом. Наверное, тоже огромные деньги вбухали. И территорию всю эту ещё будут облагораживать. Да, вот я ещё раз показываю вам. Это те, кто здесь делает строительство. Вот все их данные. Веб-сайт, e-mail, телефон. Если кто желает, можете позвонить и полюбопытствовать. Вот здесь, видите, также нарисовано, как сзади всё это будет. Ну, да, то, что я вам, в общем-то, и говорила, то, что я предполагала. Вот здесь красивейший такой пруд. Ну, картинки есть картинки. Мы даже с вами можем увидеть всё это воочию. А вокруг, видите, показываю вам здесь парковое, лесопарковая зона. На этой стороне вообще всё заросло настолько, что тут даже не пробраться. Здесь опять канава. Да я и пытаться не буду пробираться. Там с колючей проволокой всё огорожено. И написано Private опять. Частная территория. Сейчас, пока я иду до следующего здания, нового, покажу вам его. Я хочу сказать то, что я хотела. Извините, я отвлекаюсь постоянно, потому что здесь такая красота. И у меня столько для вас мыслей поделиться. Вот. Ну и что я хотела сказать? Что вот странным образом для меня здесь в старину всё убирают и делают модерн современный. А вот сейчас покажу вам один отель замечательный в Сандауне в центре. Он тоже в такой же лесопарковой зоне стоит. И насколько он, наоборот, сохранён вот в старине своей. И этим он прекрасен. Ну вот давайте посмотрим мы с вами сравним. Вот он этот отель, расположенный в городе Сандаун. Называется Бродвей Парк Хотел. И занимает огромную тоже территорию в лесопарковой зоне. Я сейчас просто быстренько, даже на ускоренных съёмках, я вам хочу пробежаться здесь, показать насколько здесь сохранена вся эта старинная атмосфера. отелю первоначально больше сотни лет. Ой-ой-ой, белка побежала, ой-ой-ой, увидели вот там чуть-чуть только на дереве. Ну вот то, что я вам и говорю, друзья. Сохранена вся эта первозданная красота. И звери, белки, птицы. вот англичанам такие отели очень нравятся. И надо сказать, что этот отель пользуется популярностью. Этот отель недорогой, всего лишь три звезды. Вот он знаменит тем, что здесь огромная вот эта вот территория, по которой можно гулять. У него есть два бассейна, один открытый, один закрытый. Стоимость номера в таком отеле 50 фунтов в среднем за сутки. Вот в окошко здесь я вам показываю, это у них центральный холл. Сейчас фотографию также покажу. Вот видите, как он выглядит здесь на картинках. И также покажу вам сейчас номер. Самый обычный двухместный номер, ничего особенного, как вы видите. Но за 50 фунтов по-моему вполне нормально. Этот отель сейчас он пустой. Во-первых, зима, не сезон, но во-вторых, еще все эти ковидные ограничения и людей пока еще здесь никого нет. Полностью все закрыто, как вы видите. И я почему вам показываю опять же так подробно эту территорию отеля, потому что вот для меня, например, представляет огромный интерес вот такие вот старинные именно постройки какие-то оставшиеся, вот этот нетронутый девственный парк вокруг. Вы знаете, я, насколько понимаю, это сейчас называется экстремальный отдых. И людям, знающим, ценящим свое время, свои деньги, по-моему, как раз вот такой вот вид отдыха и нравится все больше и больше. И старушка-то Англия как раз этим всем и славится, и славилась всегда. скоро мы с вами раззавели этот разговор, вернее, я хочу поделиться с вами. Вот, посмотрите, мы подошли к вот этому домику чудесному, замечательному, который сам по себе просто великолепен. Да, видите, какая архитектура у него. А ведь это не что иное, как просто стоял дом охраны здесь. Это главные оборота на еще одну территорию private, точно такую же, в которую мы только что зашли. Вот она, посмотрите. Но туда, так как здесь я вижу люди, я не пойду. Знаете, недаром говорят, меньше знаешь, крепче спишь. И вот получается, что я, когда уже теперь узнала, что здесь, если заходишь на такую частную территорию, то можно в лучшем случае нарваться на то, что тебя под белые руки выведут просто. А в худшем случае могут даже и штрафу подвергнуть. Вот, вы знаете, но обычно, конечно, хай, обычно, конечно, для резидентов, для тех, кто проживает на этом острове, здесь, конечно, наверное, как-то послабление, но не хотелось бы все равно нарываться, друзья. И вот еще один вход на частную территорию, огромная территория парковой зоны, точно точно так же с красивейшим старинным замком, или как там, ну, вот для меня это замок, кто-то сказал, что да, это просто дом большой, и это просто богатые люди здесь живут. Но не все так просто, да, огромный дом, но здесь не то, что богатые люди живут, а здесь живут семьи лордов старинные, которым из поколения в поколение передавалось все это. Ну и вот я подошла к этому новому, модерновому дому здесь. Я не буду на нем заостряться именно сейчас. Опять вам видео, если кто желает посмотреть, пожалуйста. Откройте и посмотрите, как этот дом выглядел до того, как его продали, и туда можно было зайти. Вот. Сейчас уже я второй раз туда заходить не буду. Вы сами понимаете, что там уже теперь живут люди. И еще одну богатую старинную усадьбу я сейчас покажу вам, друзья. Это уже будет деревня Сан-Хелен. Случайно тоже я набрела на этот закрытый от глаз посторонних. Здесь огромный дом. Ремонтируется старинная вилла. сейчас если смогу вам ее тоже покажу во всей красе. Здесь только ее зад. И вот здесь посмотрите на это великолепие. Это знаете, трудно описать всю эту красоту. Видите, какую здесь сделали площадку перед этим домом огромным. Я аккуратно захожу на территорию. Ну, друзья, песня опять, да, чувствуете? какая старина, какая красота. И посмотрите, какой здесь вид грандиозный открывается. вот это внизу территория, которая видна глазу. Это вся тоже их, этого семейства. насколько я узнала уже потом у строителей, что этот дом, он тоже передается из поколения в поколение, еще с викторианской эпохи, а может быть, даже и раньше. И что тоже очень долго люди не имели средств, чтобы что-то там улучшить, отремонтировать. И вот только сейчас кто-то из детей этой семьи, они накопили денег достаточно, чтобы сделать вот эту шикарную площадку и немного отремонтировать. И вот вы знаете, у меня все чаще и чаще возникает вопрос, а почему так происходит, что все эти древние английские семьи, вот такие вот знаете, рыцари давних каких-то времен, почему сейчас в настоящее время их семьи почти все не могут содержать своих бывших владений и как-то влачат какое-то жалкое существование. Я не могу сказать, что это происходит сплошь. Вы знаете, я даже не знаю, как тут это все комментировать. Я хочу обсудить эту тему с вами. Почему так произошло, что чаще и чаще огромные поместья продаются с молотка, огромные дома рушатся, ломаются и на месте их ставят вот такие вот новые, модерновые, как я вам показала, и какие-то просто это фирмы скупают, ведь это же не частные лица, я так понимаю, там вот фирма, например, строит этот дом, наверняка эта фирма берет кредит под строительство, потом этот дом продается и кредит возвращается с лихвой. Так это происходит. Ну а вот куда же древние это семейства пропадают? Не знаю. Вот для меня, например, интересно. Мне хотелось бы услышать и вас, друзья, может быть тех, кто живет в Англии, может быть тех, кто вообще интересуется близко этой темой английской жизни. Почему происходит так, что продают эти огромные усадьбы? Потому что уже совершенно не в силах все это содержать. Ну хотя, конечно, друзья, я все так мрачно вам тут описала. Вы знаете, что богатых-то людей здесь тоже. Огромное количество. Есть такие скрытые тут миллионеры, миллиардеры, которые имеют там побережья и вообще целые деревни им принадлежат. Может быть, просто время от времени происходит вот такой вот передел собственности. Меняются собственники огромных территорий. Ну, а нам с вами остается просто наблюдать. еще я думаю хорошо то, что хотя бы есть возможность попасть не только на всю эту огромную территорию, но даже еще и зайти в какие-то вот такие вот скрытые закрытые уголки частных территорий, по которым не только я, но и многие другие люди тоже гуляют и есть возможность все это посмотреть. Может статься так, что скоро тоже вся эта территория будет закрыта, по крайней мере, есть даже вот такие вот слухи сейчас. Поэтому я думаю, друзья, пока еще есть такая возможность, я буду вам показывать все эти красоты столько, сколько смогу. Знаете, как трудно подгадать с хорошей погодой. Я вот начала делать съемку вам, когда была еще облачность, туман легкий и не очень красивые были видео. А сейчас прям вот, знаете, солнце вовсю светит и совершенно по-другому все здесь у нас вокруг должно выглядеть, друзья. Только это я включила камеру дать послушать вам, как здесь птицы поют, как у нас заторохтел самолет. Но надеюсь, птиц вам слышно, друзья. есть такие места, где птиц огромное количество. Они поют здесь с утра до вечера. Вот вижу опять впереди по дереву скачет белка. Ну вот разве можно мне с моими видео инструментами снять эту всю красоту? Нет, невозможно. И я говорю уже не первый раз, что я просто обливаюсь слезами, когда вижу, что всю эту красоту, которая уходит постепенно, невозможно будет потом нигде найти и воссоздать. И вот даже я рада, что у меня, вы знаете, в течение четырех лет, в которых я веду свой канал, есть некоторые такие уже даже знаете, исторические видео, вот, по крайней мере, как сегодня. Ну а я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Я уже подошла к своему автомобилю, а вам я желаю сегодня хорошего дня или вечера. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.